Аграрный сектор экономики сегодня в таких условиях не может выживать, когда государство устанавливает, например, цены на зерно ниже себестоимости. Получается, за бесценок у людей скупают зерно в убыток фермерам, сельскохозяйственным предприятиям, и это называют государственной политикой. Программы поддержки, те, которые государство обязано создавать и датировать сельское хозяйство, они фактически сегодня свернуты и не финансируются. Я думаю, что в этом главная причина, а что касается конкретно этой школы, я попробую разобраться, в обязательном порядке разберусь. Если есть малейшая возможность ее сохранить, чтобы она работала, мы вместе с вами разберемся и примем решение. А если нет, то мы обязательно обеспечим подвоз детей и, я думаю, вашего ребенка школьным автобусом. Попытайтесь, пожалуйста, дозвониться и оставить свои данные, чтобы знать, где вы живете, потому что вопрос действительно очень серьезный. И подсказывать мне, что еще есть звонок, пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, алло. Да, мы вас слышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений. Не верится, что дозвониться. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте. Вопросов много, но задам один, наболевший, наверное, больше. У меня знакомый работает в театре и говорит, что сейчас снизили зарплаты даже артистам. И такая же ситуация во всех других театрах и города, я думаю, и по Украине. Порезали все надбавки. Ну, когда уже власть начнет думать не только о голодоморе и тому подобное, а о культуре вообще народа и Украины. Спасибо. Срезали надбавки действительно где-то около двух раз причем. Это факт. Да, я знаю об этом. И я сегодня разговаривал и с Михаилом Добкиным. разговаривал с мэром города Чугуева. Мне говорили о том, что задержки уже пошли по выплатам заработной платы. Такие проблемы были и в ноябре месяце, и на декабрь месяц очень большая тревога. Поэтому сегодня бюджет недовыполняется в целом по стране. Около 40 миллиардов гривен. Это плюс-минус, там может быть, полтора-два миллиарда. А местные бюджеты недофинансируются где-то около 20 миллиардов гривен. И эта проблема, конечно, очень серьезная. Почему? Потому что не работает промышленность. Около 25% промышленных предприятий сегодня не работает. Часть предприятий находится на неполном рабочем дне, на сокращенной неделе. И, естественно, доходы бюджета падают. А те авансовые платежи по прибыли, которыми облагали налоговики, бизнес, промышленные предприятия, авансом платили вперед налоги. Конец года, налоги уже уплачены. И сейчас, получается, нужно платить уже за 2010 год. На месяц, а то и на два месяца вперед. Таких денег тоже уже у предприятий нет. То есть, оборотные средства вымываются. Ну и вообще, я не представляю себе, как можно посчитать наперед прибыль и из нее заплатить налоги. Я этого не понимаю. То есть, сегодня, фактически, такими действиями власть убивает экономику, не дает возможности развиваться предприятиям различных форм собственности и различных отраслей. И о том, что доходы бюджета падают, а раз падают доходы бюджета, значит, нужно на чем-то экономить. И вот экономить решили на людях. Но мы сегодня видим, как раздаются подачки самым различным категориям граждан. Просто подачки. Вот пообещали врачам, мы заплатим за эпидемию. Ну, говорят, что в некоторых регионах заплатили, в некоторых не заплатили. В целом, не заплатили нигде. Но пообещали. Пообещали шахтерам платить повышенную заработную плату. Правда, с 1 марта. Но с 1 марта они уже, их 1 марта уже не будет во власти. Поэтому обещать, как говорят, можно. Но я вообще не понимаю, как можно выборочно одним давать, а другим не давать. Но такого в мире нет нигде. Нет такой системы. Выборы, не выборы. Не имеет права власть от них забирать, другим давать. То есть, если идет повышение заработной платы или пенсии, то это какая-то система. И эта система, она предусматривает прежде всего, например, повышение заработной платы тем, у кого минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума. Понятно, что нужно подтянуть малоимущих и поднять заработную плату. Или пенсии, тоже понятно. Если говорить о тарифных окладах, если их поднимать, тарифные оклады, значит, их нужно поднимать во всех категориях работающих. И тарифные оклады, ну как, чем отличается, чем хуже, будем говорить, врач от учителя, да, или наоборот. Или работники культуры, вот, кстати, которые работают в театре, это такие же люди. И если говорить о повышении тарифных ставок, значит, их нужно повышать всем равномерно. Но ни в коем случае нельзя в условиях падения доходов населения, когда растут цены на продукты питания, на все товары народного потребления, на лекарства, тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Значит, это недопустимо. Снижать доходы, то есть снижать еще заработную плату. Ведь человек попадает в такие условия, когда, как говорят, государство его сажает на шпагат, берет на растяжки. С одной стороны цены растут, а с другой стороны падают доходы. Куда же человеку деваться? Разве это государственная политика? Поэтому я хочу вам однозначно сказать, что мы сейчас проверим, где это происходит, кто снижает заработную плату, где снижены надбавки. И мы в обязательном порядке будем организовывать, инициировать, во-первых, обращение в Генеральную прокуратуру, во-вторых, в суды. Потому что суды должны принять решение в поддержку закона. Это незаконные решения, если идет снижение заработной платы. И власть обязана вам компенсировать ее. Поэтому мы разберемся тоже. Спасибо вам за вопрос. По поводу диатрова, это, кстати, проблема где-то полуторагодовой еще давности. Подсказывает мне еще и звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте. Я хочу обратиться к вам по следующему вопросу. Меня зовут Марья Васильевна. Я прошла всю войну в свое время. После войны работала учителем в школе. А сегодня уже на заслуженном отдыхе давно. И помогаю делать уроки своей правнучке. Но, простите, мне становится стыдно, когда меня заслуженного боевого человека называют оккупанта. Куда смотрит наше правительство? Куда смотрит президент? Кто утверждает такие учебники по истории? Спасибо. Помогите, пожалуйста, поставить все на свои места и не называть нас такими именами. Понятно. Спасибо. Какой молодой голос у Марии Васильевны? Мария Васильевна. Я недавно то же самое смотрел учебники своего внука. И видел эти все безобразия на страницах книг. О том, что за эти пять лет власть сделала попытку переписать истории. И по всем направлениям унизить участников Великой Отечественной войны, освободителей, которые принесли победу нам в далеком 45-м году. Этот факт есть. Продолжение следует... Продолжение следует...